Сегодняшний день глава, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат шлах. В прошлом году мы дали урок о сути греха, то, что произошло в Парашат шлах, а именно грех посланников. Мы знаем, что Парашат шлах занимается историей, как Творец сказал Маширобейну, еврейский народ хочет, чтобы пойти посмотреть землю Израиля. Я тебе не заповедовал, если хочешь, ты сам пошли из самого же себя. Как мы знаем, у каждого человека дано свободу выбора. Еврейский народ должен был бы уже вот-вот-вот заходить в Израиль. Но они сказали, да, мы хотим пойти посмотреть. Но потом, как мы знаем, они возвращаются из 12 великих-великих-великих людей, 10 из них, они, к сожалению, упали в этом и сказали злословие про страну Израиля. Сказали, что мы не сможем, на самом деле, выдержать это великие-великие-великих-великих-великих вещей, которые есть там. Эреса хорет Юшвея, земля, которая кушает, как бы, своих жителей. И, по другому мнению, то, что они сказали, что невозможно, на самом деле, их победить, по словам, которые они сказали, Эфес, всё это хорошо, все великих-великих-вещи, хороших-вещи, это хорошо. Но Эфес это ничего не стоит от того, что мы просто там ничего не сможем делать. И, как мы знаем, Творец даёт наказание еврейскому народу. Вместо того, что они зашли уже сразу же, на второй год после выхода из Египта в Израиль, Творец даёт наказание. То, что длится сорок лет этот путь, как бы, от выхода из Египта до входа, как бы, в Израиль. И в течение этих сорока лет все люди от двадцати до шестидесяти лет, которые были там, они каждый год, когда им исполняется шестидесятлетие, они умирали. Теперь, наши мудрецы, это уже сказали детальностей, как бы, в прошлом году, если вы можете посмотреть, что детально, о чём был именно грех, разные стороны, Рамбан или и Раши. Сегодня мы хотели бы заметить, чуть-чуть фокусироваться об очень интересном моменте, который уже в начале, начале недельной главы, Раши уже говорит, то, что почему эти две недельные главы, а именно Порошат Шлах, где речь идёт о посланниках, и недельная глава, которая была до этого, Порошат Беалутха, где рассказывается в конце про Мириам, да, как мы знаем, то, что в прошлой недельной главе Мириам с сестра Моши Робейну разговаривает Лошонару с Ааруном про Моши. И, конечно, в итоге Мириам получает проказу, и, как мы знаем, то, что она находится в течение семи дней вне населённого, как бы, пункта, где евреи, как бы, находились там, Махане, и после этого, как бы, весь еврейский народ ждал её, и потом Мириам, как бы, возвращается и продолжает, продолжает еврейский народ свой путь, да. Почему, говорю, вот этот рассказ про Мириама сразу же после этого идёт, что история с посланниками? Почему? Почему эти две вещи связаны вместе? Сразу же Раш уже даёт нам знать, то, что эти две вещи связаны. Чем они связаны? То, что посланники, они не взяли урок от Мириама. Мириам, смотри, кто являлся величайшейся пророчицей, величайшейся женщиной, которой, мы все прекрасно знаем о великих вещах, которые было про Мириам, и, несмотря на это, у неё была проказа, несмотря на это, она была наказана таким образом. Почему? Потому что она сказала Лошонару. Из-за Лошонары наказали её. И теперь сразу же нужно было взять урок от этого, нужно было научиться то, что, а, смотри, настолько страшно разговаривать с Лошонару. Так, они, посланники, они не взяли урок от этого, и они, да, разговаривали, да, сказали Лошонару про страну Израиля. Значит, урок, который они должны были взять, они этого не взяли, и это связь между историей Мириама и посланником. Мы бы хотели сегодня дать, может быть, второй параллель, который можно взять маленький, скажем так, урок, в принципе, в нашей жизни тоже, который мы видим разных именно сторон этих двух именно историй, идея, которая для нашей жизни будет, мне кажется, по мнению, очень, как бы, фундаментальной и очень, как бы, важной. До того, как мы перейдём к Мириаму, мы с Божьей Бомощи ещё вернёмся к Мириаму, но сначала бы хотелось бы заниматься, чуть-чуть посмотреть историю с посланником, да, и заметить тут пару интересных моментов, и потом с Божьей Бомощи мы вернёмся к Мириаму. История про посланников. Они возвращаются, и они говорят, как бы, Лошонару, чем бы, как бы, оно не было бы, как бы, этот грех, да. Теперь, они говорят, это Лошонару, и творец говорит то, что за каждый день, то, что вы ходили, а не ходили сорок дней, за каждый день то, что вы ходили, вы получите наказание один год за каждый день. Год, получается, один день вы ходили, за каждый день вы получаете наказание один год, потому что вы будете находиться в пустыне. И, как мы уже сказали, от 20 лет, получается, даже самый молодой человек, который был, самый молодой парень, который был, ему 20 лет был, то время, когда послание, как бы, вернулись, ему было 20 лет, минимум, сколько, как бы, в каком, как бы, возрасте они умирали вообще в пустыне, эти, как бы, это поколение, максимум то, что умирали, это было 60-летие. До 60 лет они, как бы, не умирали, так говорят наши мудрецы, из-за этого, чтобы всех, все это, как бы, поколение, можно сказать, все эти, весь этот народ, который пошел, как бы, тоже за этим, да, кроме Калюбини, Фуны и Юшуа Бенун, что они должны были быть наказаны быть в пустыне, из-за этого нужно было ждать, как бы, 40 лет, потому что 20 до 60 лет у нас ровно, как бы, 40 лет, да. Теперь, и в общем счете, да, еврейский народ находился в пустыне, как бы, 40 лет, уже просчитать, как это может быть, у нас, как бы, по счету, как бы, получается чуть меньше, это очень интересный детал, как это нужно рассчитывать, но мы зайдем, что нам сейчас, как бы, тема, как бы, чуть, как бы, другая. На первый же взгляд, когда посмотрим на все это, у нас сразу же появляется явный вопрос. Да, они согрешили. Да, был невероятно большой грех, и не было правильно. Это все не было, как бы, настолько бы и правильно. Но мы все знаем, дорогие друзья, что Творец правит этот мир через милосердие. И, конечно же, есть правление Творца, которое есть правосудие в этом мире. Безусловно, без никаких вопросов. Но есть явный, явный Танадевельяу, где Моше Раббину спрашивает Творцу, то, что Творец, через какой путь ты правишь, говорит, этот мир? В чем является, говорит, твой путь, который ты правишь, этот мир? Как ты, говоришь, судишь этот мир? Отвечает ему Творец, Я правлю этот мир через терпение. Это значит, то, что если приходит какой-то грех у человека и так далее, Творец дает человеку шанс, и ему сразу же не дают наказание. Дает ему шанс, чтобы он исправлялся. Чтобы он делал исправление в какой-то момент. И он продлевает его, вот эта ярость, которая должна прийти, продвигает вот эта ярость на время. С этого сразу же наказание, если бы пришел на каждом человеке, не было бы свободы выбора. Понятно это всем. Потому что если человек, не знаю, поехал на машине в Шаббат, и сразу же получил молнию на голове. Второй раз человек в БВД, что он не пойдет на машине. Зачем пойти ему? Он знает, что есть сразу же консеквенции к этому. Но Творец дает, продлевает его ярость. Теперь, еврейский народ, да, они делали плохой грех, это было ужасно, но 40 лет, за 40 дней, то что они ходили, за каждый день я даю наказание, и сразу же такой, и не только это, дорогие друзья, они плакали, как говорится в Мудрецах, и в Шаббатах говорит, что вы, говорю, плакали без причины, без причины плач в этот день, какой-то это день был, 9 ава. 9 ава. И это превратится в день, когда все плохие вещи именно будут в это время. Было разрушение первого храма, второго храма, очень страшные вещи происходили, до сегодняшней войны с еврейским народом в этот именно день. Это все началось когда? Именно с посланниками. Теперь, оставим сейчас этот, может быть вопрос, почему именно этот день был, и так далее, и так и прочее. Но чисто 40 лет именно давать, таким именно образом, когда мы знаем, что есть милосердие Творца намного больше, чем его правосудие. Как это можно понять все? На самом деле, на этот вопрос сразу же приходит Раши, и отвечает на этот вопрос, и говорит нам следующую вещь. То, что на самом деле это грех, который еврейский народ делал с посланниками, Ивадай был большим грехом. Но, это не было 100% то наказание, которое они получили, это не было 100% ради этого греха. А именно, наказание, которое они получили, это было из золотого тельца. Получается, другими словами, когда еврейский народ делал золотой телец, у них было, в принципе, уже наказание. Они должны были получить большое наказание. Но что? Тут приходит интересный момент, который мы даже знаем в нашей жизни. Есть такое правление у Творца, дорогие друзья, что называется Нитмаласиато. Есть, как бы, чашка, и так наполняется, наполняется, наполняется грехи. Наполняется, наполняется, до того, как уже не переходит через чашку, чашку, и тогда приходит, не дай Бог, уже наказание, как бы, на человека. Было, как бы, этот грех, был большой грех, это был золотой телец. Но, где был именно последний, как бы, удар, где именно вышло это наказание, которое они должны были получить, это был грех, именно с посланниками. И это происходит, это правление, дорогие друзья, до сегодняшнего дня. Мы видим, как Творец годами ждет, извините, и ничего не делает с людьми, и так далее, и так далее, продвигается, как бы, его милосердие, и в один момент, не дай Бог, выходит все. Как это так? Называется, Нитмаласиато. Когда наполняется грех, грех уже людей. Мы видим это в всех, и все истории. Посмотрим, Мабуль, что было, когда был потоп. Все то же самое. Говорит нашим Дорецим, все грехи они делали, то, как они не делали воровство, и тогда все, уже перешел, уже все границы, и начинается уже, как бы, наказание. То же самое, и мы часто видим, как бы, этот момент в течение всей Тора. И здесь, как бы, тоже замечаем, именно этот момент, то, что это не был только именно тот грех посланников, а еще, дополнительно к этому, был грех, чего? Грех золотого Тельца, из-за этого, как бы, еврейский нор был, так сильно, как бы, был накат. Теперь, даже при всем этом, это все-таки не дает нам полностью, как бы, понять, почему, почему так жестко, почему так жестко. Да, Беседер был золотой Телец, да, все понятно, все это, но сразу же, таким образом, то, что они будут умереть, всех, и образ, который они мудрецы рассказывают, как они умерли, это вообще, это вообще ужасно, как бы, представить себя, как они люди, рыли себя, уже ям, и они знали, то, что они умрут, или нет. Себе не ставили, и они не знали, если они проснутся, или нет, как бы, следующий вечером, как бы, они знали, тиша бяб, они умирают. Это ужасно, как бы, представить это все, как бы, как это все там происходило, кроме тех людей, которые они говорили, лошанру, что с ним было, это вообще, как бы, там, Тора, в принципе, прямо текстом это пишет. Но, как это может быть все-таки, то, что, милость Творца, никак не зашел, как бы, во всем этом? Орхай Макадош дает нам невероятные объяснения на все это. И это раскрывает нам большой дверь понятий, что это такое одно человеческое действие. Как в нашем низком, как бы, мире, когда мы смотрим, как бы, да, рассчитываем, как бы, его величие, его хороший человек и так далее, по его поведению, как он себя хорошо ведет, плохо ведет, насколько он хорошо в наших глазах, насколько нет. Но есть глаз, который сверху, а именно, что это значит, глаз, как Творец, смотрит на нас. Каким же образом Творец насматривает, на самом деле, на нас? Если взять, как бы, простой пример, если человек, как бы, что такое, как бы, это чувствовать, как бы, вот это все, да, к примеру, да, человек должен пойти работать, это именно правило, которое Творец именно создал, и это так и делать. Но, с другой стороны, евреи понимают то, что есть правление Творца, что нужно уповаться на него, что есть, как бы, от него, без его желания, абсолютно ничего не происходит. Есть глаза, как бы, сверху, и есть, как бы, вещи, которые мы делаем здесь внизу, по нормальным, как бы, образом, есть страны, есть войны, есть это, то все. Мы думаем, что это страны, войны, и так далее, но, на самом деле, с духовной стороны, это абсолютно большие, и другие именно, абсолютно моменты, которые происходят наверху. И это было раскрыто на мировой народе, которое написано в наших книгах. Тот, как бы, основной, как бы, вещь, через что, и куда вообще-то, все мир тянется, и желания Творца в этом мире, и так далее, и так далее. И пророчествы, которые Творец дал, и так далее. Теперь, как Творец рассматривает наши действия? Являет ли каждый действие одинаковым? Говорят наши мудрецы, могут двое человек сидеть, и один и то же самое действие делать, и каждый получает другую заслугу, или другое наказание. Так Тора рассматривает, так Творец рассматривает, дорогие друзья. В глазах Творца, все абсолютно стопроцентный, потому что зависит от человека, где он родился, с кем он родился, у каких родителей, какие друзья, какое у него было детство, какое у него было все, какое у него было сейчас настроение, настолько он хотел делать этот грех, или делать эту митцву, ему было тяжело, или ему было легко. Говорят наши мудрецы, прикидывая, тем тяжелее митцва, чем заслуга намного больше. Ария Кадош говорил своему ученику, Арабхам Витал, то, что митцву 500 лет тому назад, дорогие друзья, представляем это, какое величие было в то время, то тогда он говорил, то, что, чтоб ты знал, мой ученик, митцву, которую ты сегодня делаешь, это не сравнивается, одна митцва наша, говорю, в наше время, это десятка тысяч митцву, которые было в прошлом поколении. Мы одной митцвы, это настолько большая сила, которую мы даже не можем себе представить. Почему? Потому что я царара другая. Раньше соблазн не было, меньше было у людей, сегодня намного больше. Как бы все зависит от, от, от кучи разных как бы факторов. Иногда грех может быть очень маленьким, иногда грех может быть чрезмерно большим. И это все абсолютно, как Рама пишет, так как творец, через его мудрость, через его глаза, как бы смотрит на каждый этих вещей. Мы не знаем, где расчеты, как бы творца. Из-за этого, мы евреи обязаны соблюдать все в заповеди. Да? Потому что мы не знаем, где заслуги, где наказания, где больше митцвот, где больше человек получает, мы знаем, где какие наказания есть в митцвот. И Рамба ми пишет, таким образом, в объяснении на Пирке, вот, то, что от наказания, какое страшное наказание получает человек на определенный митцвот, мы оттуда понимаем, настолько большое заслуга есть за этим митцвот. Но сто процентов, где, что, какое, мы не знаем. Зависит от человека, зависит его этот, это зависит очень много факторов. Но тут, у Рахаи Макадоши приходит и говорит, что есть пять разных видов грехов, которые человек может делать при определенных действиях, и это может абсолютно перейти, как бы, все границы. И тогда уже нету, говорит, милосердия, можно сказать, тогда уже Творец не дает его продлевания, как бы, его милости в этом мире. И сейчас пойдем шаг за шагом с вашей помощью и посмотрим, как у Рахаи Макадоши описывает грех посланников и как все эти пять элементов были у посланников. Начнем с первого. Говорит у Рахаи Макадоши то, что грех, когда сделается через важного человека, через важного человека, оно не сравнивается, когда средний человек делает эту вещь. Его грех намного сильнее и намного говорит больше. Из-за этого не это говорит его продлевание тоже милости. Посмотрим сейчас в посланниках, но описано, дорогие друзья, в начале уже недель главы Шлах пишет уже Раши то, что все эти 12 колен они были великими людьми. Великими людьми. Из-за этого грех, соответственно, ихний тоже он колоссальный. Один из первых, как бы, примера, говорит у Рахаи, то, что когда человек, он великий, его грех настолько большой, что там нету уже милости. Там нету уже продлевания, как бы, ярости, то, что творец, как бы, не дает. Из-за этого это был, как бы, у посланников. Второй, второе, это что было? Это было, когда человек, он связан с определенными великими людьми. Он один из групп, как бы, великих людей, и этот человек идет и делает какую-то нехорошую вещь, то для него очень большая есть потребность, требования от него, извините, требования от него очень-очень велики. Где мы видим это, дорогие друзья, посланников? Посланников были, они были, Мошер Абейну их послал, дорогие друзья. Мошер Абейну. Значит, они были один из, как бы, людей, как бы, Мошер Абейну. За это они идут, они делают, как бы, такой грех, от них требования чрезмерно высокие, чрезмерно большие. Это, говорит, вторая причина, когда нету, говорит, продлевания ярости творца, говорит, Вархай Макадуш. И это тоже было, говорит, у посланников. Третий, дорогие друзья, он говорит, то, что иногда есть очень высокие моменты в жизни какого-то человека, что человек приходит по определенному греху или определенную вещь он должен делать, и у него было невероятно большое пробуждение, не делать определенные действия, и если он закрывает на это глаза, от него ожидается чрезмерно строго очень-очень-очень-очень-сильно. И к этому мы сейчас приведем одну очень интересную историю, которая рассказывается Масеха Дменахот, историк про одного человека, который чрезмерно обращал внимание на заповедь Цицита. И этот человек услышал, что есть одна женщина, которая живет очень-очень-надалеко, и эта женщина берет за прелюбодеяние, можно сказать, за отношения, эта женщина берет 400 монеток, 400 монеток. этот человек послал ей 400 монеток, чтобы пришел к этому термину, к этому дню, когда они хотели иметь отношения. И в один день человек, прислуга которой этой женщиной была, сказал, что вот этот человек, который послал 400 монеток, он уже сидит возле двери и ждет тебя. И вот открой ему дверь и рассказывается следующая история, дорогие друзья. У этой женщины была рассказывает просто внимательно не верят именно большая вещь. Рассказывается то, что у нее было 7 разных кроватей. 7 из этих кроватей это было из серебра и самый высокий 7 это был из золота. и разница между каждым из них было у них был переход это была лестница от серебра, а самое высокое это было от золота. Такой особенный и он говорит поднялся наверху, поднимался на этих всех лестниц, на всех этих высоких кроватей, которые золото с серебро и золото наверху и она написана Медрешетушу она была уже без одежды и во время всего этого дорогие друзья у нее был талит у нее был талит цицит у него все эти четырех сторон которые есть у нас цицит у него пришло перед глазами и он начал смотреть на все четыре цицьот на всех эти четыре цицьот когда он увидел этот цицит он встал и спустил все земле все говорят на земле увидел это она тоже спустилась она тоже села возле него на земле они не делали ничего говорит эта женщина смотрите что она говорит не вред вещь она говорит скажи меня разве что разве что ты какой-то изиан во мне разве что ты нашел какой-то изиан во мне что ты так ушел от меня говорит он ему говорит нет нет говорит действительно я такой красивой женщины я никогда не видел никогда я не видел никогда не видел такую красивую женщину но говорит одно заповедь заповедовал меня наш творец его зовут цицит и про него написано про этот цицит они ашем алю кихем я говорит ваш творец дважды написано что это значит я есть тот кто в конце дней буду отплачивать за этого да буду просить вас за эту митву и я есть тот кто в конце дней я буду отплачивать вам тоже заслугу за это я есть тот кто отплачу если вы не будете этого делать и я есть тот кто отплачу вам за заслугу если будете его делать в будущем мире и я есть говорит тот кто я буду говорить сейчас говорит он этот человек мне, говорит, показались эти четыре, говорит, цитиот, четыре цитиот, которые у меня есть, они показались мне, как свидетели, показали меня, как свидетелям и перед моим лицом, что к нему вообще пошел вот так, да, лицами отделались. Сказала она ему, я тебя не оставлю, то, как ты не скажешь меня, как тебя зовут, как зовут город, в котором ты живешь, как зовут твоего раввина и как зовут петьмедраж, где, говорит, ты учишься. Написал ему и дал ей, что она сделала, дорогие друзья, эта женщина пошла, все свои богатства, которые у нее были, разделены на три части. Третья отдала беднякам, третья отдала государстве и третья она взяла с собой. И эта особенная, говорит, кровать, которая у нее была, она взяла, говорит, с собой. Теперь, она пришла, эта женщина пришла в доме, в доме учения от Равхия. Сказала эта женщина от Равхии, пожалуйста, дай мне конвертироваться, дай мне прийти, прийти в еврейство. Сказала Равхия, может быть, ты поставил глаз на одного из наших парней здесь? Может быть, ты хочешь, действительно, из-за того, что ты хочешь иметь отношения, из-за этого, ты так это? Хочешь привезти, прийти в еврейство? Она говорит, нет. Она, говорит, вытащила, говорит, эту бумажку и показала, говорит, Равхии. И она показала этот, сказала, и показала ей то, что, и рассказала все историю, то, что там произошло. Все историю рассказала, то, что они действительно были именно вместе, и этот, и они никакого, ни греха, они вообще не делали. Они трогали, говорит, не было ничего. И вот так, из-за того, что произошло, цицит, и все, и все, говорит, вот так и было. И в конечном итоге, она переехала в еврейство, и в конечном итоге, они женились с этим парнем, и в конечном итоге, они имели отношение в этих семи, в этих кроватях, через разрешенный образ, дорогие друзья. Из-за этого говорится, человек, который отказывается от чего-то, говорит, запрещенным образом, дается ему в конечном итоге, чтобы он сделал это все разрешенным образом. Теперь, почему я привез эту историю, дорогие друзья? В эту историю мы видим, что у этого молодого человека было невероятное пробуждение. Невероятное пробуждение, увидев то, что этот сетет невероятным образом, странным образом. И он сказал, все, нет, я ухожу. Я ухожу от этого. И говорит ему Рахай Макадош, когда у человека с такой пробуждением он закрывает на это глаза, очень большая потребность от него. От него требуется очень сильно. А где мы видим это в наших посланниках? Мы посланникам видим аналогично, они выжили чудесным образом. Там были великаны, дорогие друзья. Посмотрите, написано в Тен-де-Бельяу, настолько было страшно, эти великаны, когда они заметили этих посланников. Чудесным образом они спаслись. Только вот этот факт, что они чудесным образом спаслись, говорит Рахай Макадош, и это не было достаточно, чтобы пробуждаться. Большая, говорит, потребность от него, от них. Очень-большая, говорит, потребность. Из-за этого, говорит, потребность греха. Грех, оно очень-очень высокое, когда у человека есть такое пробуждение, и он не открывает на это глаза. Четвертый, извините, это что? Хоте у махты. Когда человек грешит, и он заставляет других, чтобы он грешил. Это один из самых страшных, говорит, грехов, которые есть. Как мы знаем, парь Йорван бен-Неват, Моширабену является самым-самым высоким, великим человеком, который сам делал заповеди, и других, говорит, помогал делать заповеди. Другой стороны, у нас есть Йорван бен-Неват, который хоте у махты делал грехи, и он давал заставлять других тоже делать грехи. Тоже аналогично мы видим здесь, дорогие друзья, они привезли за собой многих, говорит, евреев. Многих евреев, чтобы они тоже делали. Из-за этого есть, говорит, это греховный такой, как он высокий. И пятое, между дорогими друзья, это что? То, что, когда человек делает какой-то грех, который не по желанию, а не какой-то страсть к этому, а чисто делать что-то, что-то невероятное. Что-то там приводится история, когда один человек делает очень ужасный грех, но он сказал, просто чисто, чисто делать ему на больную шею, чтобы делать неприятную шею. На больную мы не можем делать, тяжело, да? Но чисто именно там, просто делать ему, делать ему против него что-то. Здесь мы видим, дорогие друзья, такой великой именно страны Израиля. Они приходят, рассказывают такие вещи, такую именно вещь, говорят урахаи Макадош, эти пять вещей мы замечаем, то, что были у посланников. И комбинация всех этих еще послуг, у них было все вместе, говорит урахаи Макадош, из-за этого не было продвиж. Их ярость Творца не было, не, 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 не поддрился, из-за этого нужно было наказать именно сразу же. Но, дорогие друзья, а почему за день дается им сорок лет? Мы понимаем то, что у этого есть иногда грехи, которые человек может делать, у них есть колоссальная имена сила, как он показал нам урахаи Макадош уже. Иногда, если человек, допустим, есть большая разница, когда человек хочет делать грех, потому что у него есть сейчас большие царара и стремления, и человек просто нету у него никакой царары, и дело просто делает. Вы только что увидели. Или в разных моментах мы замечали, то, что иногда есть разница, откуда ты пришел. Они пришли от праведников, или человек пришел просто в это, это не дает никому сейчас разрешения сделать какой-то грех, да? Но просто понятно, что есть уровни, разных высот в грехе. Да? Но при всем этом, сорок лет за каждый день дается им сорок лет? Дорогие друзья, невероятно большое объяснение, это вещь, которую я сегодня был поздно, я думал, как это можно понять, эти сорок лет, и Мэй Ташем Ашим раскрыл глаза, увидел я Клиакар. Клиакар, дорогие друзья, невероятное объяснение. Пелеплейм. Пелеплейм. Говорит нам Клиакар, сорок лет, то, что они получили, один день за один год, за один день, то, что они ходили, все абсолютно тютелька в тютельку то, что нужно было именно делать. Все абсолютно рассчитано на Мэй Ташем Борула. Теперь смотрите, как это красиво. Написано такое вещь, то, что, мы знаем, история, когда Иосиф Асадик раскрыл все, раскрыл, как бы, как называется, сны фарао, так было написано, дорогие друзья, таким образом, то, что написано 7 быков было там, и там было 7 пшениц, 7 волокт, как бы, от пшеницы, да? Теперь, это выражение, дорогие друзья, написано трижды во всех этих пшуки, во всех этих, как бы, во всем этом месте. Говорит Раши в комментариях на, мне кажется, было Ехискель, да? Приводится это в Ехискеле, да, Ехискеле, то, что Египет, он должен был бы получить 42 года наказания, или то, как бы, то, что без, плохого, как бы, года, да? без урожая, без ничего, голода. 42 года они должны были получить. Почему? Потому что, написано 7 раз быков, 7 раз пшениц, 7 плюс 7, это 14, если это трижды написано, 3 умножить на 14, это сколько? Ровно 42, дорогие друзья. 42. Да? 42. Теперь, 42. Теперь, 2 года, 2 года, они уже получили, когда, когда Якова Винус спустился туда, то, 2 года, 2 года, это было первые 2 года, как бы, этого, этого голода, и они должны были, в конечном итоге, еще, будущее получать, еще 40 лет. 40 лет, без хлеба, они должны были еще получать. 7, 40 лет, как бы, голода, они должны были еще получать. Теперь, еврейский народ, когда эти посланники, они поднялись в Египет, в Израиле, они знали об этом, то, что Египет, у них будет именно такое наказание. Из-за этого, они говорят, ходили ровно 40 дней в Израиле. Эта ходьба им длится 40 дней. И когда они возвращаются, что они говорят? Мы бы хотели вернуться в Египет. Какой Египет? Они говорят такую вещь. В Израиле настолько, как говорили страшно. Один день в Израиле, хуже, чем один год голода в Египте. Один год, мы бы лучше пойдем, обратно вернемся в Египет. И мы знаем, там будет голод сейчас. Только не быть в Израиле. Они пошли каждый день, и говорят, один день там находиться, это хуже, чем один год находиться в этом голоде в Египте, дорогие друзья. А она говорит так, говорит Творец, значит, вам лучше находиться 40 лет туда, в голоде, висамиковой подписанной. Вот, пожалуйста, будете 40 лет сейчас, говорит, в Египте в пустыне. То, то, что они именно сказали, то, что они хотели, да, мы бы лучше, из-за этого было 40 лет, 40 дней они ходили, из-за этого они получают 40 лет, из-за этого написано, поскольку, дорогие друзья, невероятно, все так четко и ясно, это все. Она говорит, за год, да, один год, один день за год. Значит, один день, то, что вы проходили, и вы думали, то, что нам лучше быть здесь, нам лучше быть там, да, это то, что из-за этого вы пошли, сколько-то, да, из-за этого вы получаете один год, что вы хотели быть в Египте, вот вы сейчас получаете, именно 40 лет, дорогие друзья, все, абсолютно, тютельку в тютельку, ничего экстра, человек на этом свете не получает, все то, что ему, говорим, не положено. Неврядно больше, именно объяснение, клеокара. Теперь посмотрим, настолько это все, медуяк, то, что называется, то, что за каждое действие, то, что человек идет, не то, что, а, стамазой, человек получает какое-то наказание, стам просто так, за какое-то действие есть, и они ровно то, что они хотели, из-за этого, настолько, должно быть человек осторожен, то, что он хочет, то, что он делает, то, что он желает. Говорится в наших друзьях так часто, альтиф так пели сатан, не говори плохие вещи о себе, о детях, и этот, и это, потому что, слово есть сила, слово есть сила, не желай плохие вещи себе, другим, потому что есть сила в этом, да, какое-то намерение, имей хорошее намерение, они просто хотели так, пожалуйста, 40 лет, хочешь? Семаши стоишь. Это то, что ты хотел. Пожалуйста. Лёй, ёман, кей супер, дорогие друзья. И теперь мы сейчас заметили, как наказание получает... И мы хотим сейчас вернуться обратно к мир ему, дорогие друзья. И мы видим параллель. Настолько творец за действие человека, одно доброе дело, которое человек будет делать, настолько творец отплачивает ему всё 100% в этом и будущем мире, дорогие друзья. Вкратце расскажем историю с Миремом. Как мы знаем, бунтовали еврейский народ против Моше. Моше нам нужна как бы тот еда, который был в Египте, в Египте было хорошо. Мы только кушаем тут ман, и они начали бунтовать против Моше. Моше Рабену говорит, Ашем, Ашем, я не могу им давать. Я не могу им давать мясо здесь, в пустыне, куда я могу им давать? Я говорю, я не могу это носить, это ярмоз на себя, один, единственным, носить это всё. Мне говорят, очень сильно тяжело. Творец говорит, не проблема, собирают 70 старейшиних, 70 мудрецов, и от твоего пророчества они получат часть, как бы, какую-то часть, но сколько они в состоянии принимать, получат, как бы, от этого. И так и было, 70 старейшини они собрались вокруг мешкан, приносного храма, и они получают пророчества, кроме двоих, Эльдад и Медад, и они получают пророчества через большое именовидение, прямо лично именно от Творца. Услышав эти слова, Эльдад и Медад говорится, что они пророчествовали, есть в Йонатам, Бенута Бенузель объясняет, что у них было три разные пророчества. Первое пророчество было то, что Машир Абин умирает, и Йошуа Бенун заводит их в Израиле. И второе, то, что, то наказание будет за то, что сейчас это придет, этот перетельон, который придет, у них будет потом страшная, как бы, смерть, и как мы видим уже в Торе прямо, и еще было пророчество про Гогу-Магог, про последние, как бы, дней пророчества про Гогу-Магог. Есть мнения, которые говорят, что на самом деле, Эльдад и Медад, они являлись братьями Моше, от Мириам, от, извините, от мамы, мама Мошир Абину, родила, как бы, этих детей, после того, как Амрам, отец Мошир Абину, скончался, у них было после следующего брака, там они родились, как бы, эти дети. Из разных мнений, кто они были, есть, которые говорят, что они вообще не были братьями, но, как бы оно не было. Теперь. А некогда пророчество, дорогие друзья, в это время жена Мошир Абину Ципора находится возле Мириама. И говорит Ципора следующее слово Мириаму. Ах, жалко, говорит, ихних жен. Точно так же, как мой муж ушел от меня, потому что он, говорит, пророк, то же самое они, Эльдад и Медад, они уйдут от ихних жен, потому что они пророки. И Мириам услышал, это что? Говорит, Мошу, мой брат, ушел от своей жены и идет, рассказывает это все Агарону. Агарон говорит, как это может быть? Мы же тоже, говорит, пророки. Мошир Абин, говорит, тоже пророк. И мы не ушли от наших мужей и от жен. Ты не ушел от своей жены, я не ушел, говорит, от своего мужа. А Мошир Абин ушел отдельно, они не живут вместе. Как это может быть? Дорогие друзья, мы все знаем, кто величие, говорит, Мириама. Благодаря нему рождается Мошир Абин. Благодаря нему рождаются дети в еврейского народа. Величие, благодаря нему есть вода у еврейского народа в течение 40 лет. Величие Мириама, это невероятно. Несмотря на это, на его уровне было какое-то... Нет. Мошир Абин услышал это, дорогие друзья, и написано в Торе, услышал это Мошир Абин, и Моше, самый скромный человек на этом свете, ничего не ответил. Он мог ответить? Сейчас мы увидим, как. И Мошир Абин промолчал, ничего не сказал. Несмотря на то, что у него было, что ответить. Дорогие друзья, написано в Торе, Питом, внезапно Творец зовет всех троих вместе, Моше, Агарон, Мириам, все идете ко мне в алтарь. Все идут, говорят, в алтарь, и сразу же Мириам и Агарон, они ищут воду. А Мошир Абин идет сразу же в этом. Почему они ищут воду? Потому что, говорится, когда человек, он принимает пророчество, он должен быть духовно чистым. А если он имел отношение со своим парой, то он уже духовно не чистый, он должен пойти в миг, он должен начиститься. А Мошир Абин, он всегда был уже на готове, чтобы разговаривать с Творцом. Он не знает, когда с ним хочет разговаривать. В любой момент он должен был всегда быть на готове. Это уже был первый урок для Агарона и Мириама, разница между Мошир Абином и Агарона и Мириама. То, что они пошли сразу же воду искать, как же, где, где, вода, вода, они начали крышать, дайте нам воду, что нам, Ашем зовет нас пойти именно разговаривать с ним. Они заходят внутри, говорит Ашем, Агарон и Мириам, приходите ко мне, потому что сейчас Ашем хотел разговаривать о хвалбу и величии Мошир Абином. Сюда изучают наши мудрецы, говори перед человеком хвалбу, частично перед его лицом, большинство вещей не перед его лицом. И говорит Ашем Агарон и Мириаму, Моше Абди, мой раб Мошир Абином, бехолбейти не маан. Он в каждом моем доме, он говорит, предан ко мне. В любой момент я мог ему позвать, из-за этого он не живет со своей женой. И не только это, тогда, когда мы получили Тору, Творец сказал, Моше, гляди, скажи людям, через трех дней, три дня, они должны очиститься, не быть со своими женами, и после трех дней они возвращаются обратно. Но ты? Нет. По желанию Ашему это было. И говорит, не только, даже если бы этого не знали, Моше Абди, если бы даже, если Мошир Абином не было бы таким великим, знаете, кто такой великим, величие Мошир Абину, со всеми пророками говорит Ашем, я разговариваю через разные, говорит, видения, чтобы они могли, разными кодами, я не знаю, неявным образом, и они потом должны это все объяснить тебе. Но Мошир Абину, я разговариваю с ним, пел, пе, лицом к лицу, аспаклария мейра, явно разговариваю я с ним, дорогие друзья. Величие Мошир Абину, никто не ставал еще великим пророком еврейского народа, чем Мошир Абину. Величие Мошир Абину. Даже если вы не знали, настолько великим Мошир Абину, тот факт, что я с ним разговариваю, творец этого мира разговаривал с ним, это было бы достаточно, чтобы вы не должны были разговаривать с Лошонару и злословия против Моше, но все-таки это говорили, а сейчас тогда, когда вы знаете, и вы сказали, это еще хуже. И творец действительно уходит от Мириама и Арона, и Ахарон замечает, что у Мириама есть проказа. Ахарон замечает, что у него есть проказа, и Ахарон идет сразу же к Моше. Моше, наша сестра, она в проказе, пожалуйста, прости, не имей злости на это, на нашей сестре. И говорит то, что единственный Койн, который, кто вообще проверяет проказу, когда есть проказа, это происходит из-за злословия. Кто проверяет, это был Койн. Коин может сказать, да, сейчас ты нечистый и через 7 дней дается ему сначала это в стенках, потом как бы в сосудах, потом это может прийти как бы тоже на теле. Если человек действительно был нечистым, идет он за город, за заселенный как бы пунктом и всем кричит то, что не приближайтесь ко мне. И он закрыт, и он живет просто отдельно, как у нас мы уже пережили целый год коронавремя во всем как бы мире. Очень сильно похоже все, дорогие друзья. Им не все просто так, да. Теперь смотрите, не вредная вещь. Мош Аарон говорит, я единственный коин, который может ей проверять. И я его брат, а родственник не может проверять родственника. Из-за этого наша сестра навеки останется нечистым. Так же что нам делать? Ты же не можешь просто так оставить нашу сестру. Наше тело, у нас одна мама, у нас одна мама, то что если ей будет больно, наша кожа и наш басан, наше мясо, не она в этом страдании. И Мош Рабейн наш великий Моша идет и открывает свою руку и молится Ашему, когда евреев больно, что он делает пережим разом, идет и обращается Баба Шамай им. И говорит, Аба, Пошли, пожалуйста, выздоровление моей сестре. Идет Ашем разговаривает с ним, с Мошем. Моша говорит, по закону, если бы отец, если бы отец, если бы отец сказал бы, обижался бы на свою дочку, сколько она должна была бы сидеть отдельно в комнате, закрытым и быть именно отделенным? Неделя. А когда Творцу она делала таким образом, должно было быть две недели. Но несмотря на это, пусть будет ей одна неделя, пусть она одна неделя, пусть будет вне заселенного пункта, пусть она будет, говорит, на улице, вне заселенного пункта. И за это время весь еврейский народ подождет Мириама. Благодаря Тебя, Бесхуд Моша, из-за Тебя. Сейчас посмотрим, почему. Вес, получается, все это время подождет. И после того, как она выйдет, очистится, после этого мы все пойдете обратно. Значит, дорогие друзья, весь еврейский народ ждет одного человека. Кого Мириама? Мириама ждут весь еврейский народ, и никто никуда не двигается. Не было бы, наоборот, ради одного человека. Иди, пусть пойдут все. Она догонит, потом будет там, не знаю, там, лошадь будет там, что-то будет. Куркуча, возможности, как можно догнать. Дорогие друзья, весь народ ждет одного человека? Мириам? Да. Говорит Раши, почему ждали ей весь еврейский народ? И за той времени, которой Мириам ждала Мошера Бейну, когда ее мама поставила его корзинку, и эта картинка ходила к Батье, и она ждала за это время, а Шем отплатил ее чем? То, что весь еврейский народ ждет сейчас ее. Весь еврейский народ ждет ее, дорогие друзья. И теперь мы хотим раскрывать вот этот момент, дорогие друзья. Говорят наши мудрецы, милосердие Творца в этом мире, оно 500 раз больше, чем его правосудие в этом мире. Давайте сейчас делаем маленькую математику. Говорят наши мудрецы, Она подождала Мошера Бейну 20 минут. Это было треть часа. Треть часа. Да? Треть часа это 20 минут. Теперь смотрите. Творец за это 7 дней ей отплатил 500 раз больше, чем она ждала Мошера Бейну. И мы сейчас просчитаем все это вместе, и увидите невероятную большую вещь. У нас есть в течение дня 24 часа. То есть 4 часа. 7 дней в неделе, 7 дней умножить на 24, у нас получится 168 часов. В общем, в неделе у нас есть 168 часов. Мирьям она подождала сколько? Треть часа. Значит, нам нужно умножить 168 на 3. 100 на 3 это сколько? Это 300. 3 на 60 это у нас 180. И 8 умножим на 3 это у нас 24. Все вместе сколько? 300. 180 это 480. И плюс 24. 504. Милосердие Творца в этом мире 500 раз больше, дорогие друзья. Значит, Творец дал, отплатил Мирьяму 500 раз больше. Мы сейчас скажем 4 часа, откуда это пошли. 500 раз больше, чем она сделала это Митсу, дорогие друзья. Все в тютюльку, в тютюльку. 504 раза больше. Откуда же это 4 часа? Это 4 часа то, что она вернулась и сказала своей маме о том, что Батья ищет кого-то, тот, кто будет кормить этого маленького ребенка. Если это невероятно, что это такое, дорогие друзья. Все, как именно, можно сказать, именно сделано, вышито просто все один в один. Человек делает одно действие Мирьям, дорогие друзья, сделала 82 года тому назад это действие. Понимаете, что это такое? Может, я бы на был 80 лет, когда они вышли из Египта. Эта история была 2 года спустя. 82 года тому назад человек делал одно доброе дело. Творец в тютюльку, в тютюльку отплачивает 500 раз больше. Так как творец, правит этот мир, милосердие Творца 500 раз больше в этом мире. Ты делал сегодня отстаку, ты знаешь, куда это пойдет, твоя отстака. От какой вещи спасет человека. Одно действие, мы знаем, что это может превратить, перевернуться абсолютно из реальность. Я хочу вам рассказать, дорогие друзья, наконец, историю. Увидев величие на одно именно действие, которое может человек сделать, и ту, и ту сторону. Мы видели сейчас сторона негатива настолько страшного на действие, может быть, если это и позитивно, столько творец отплачивает каждому человеку 100% все то, что он именно делает. История, которая произошла в Холокосте, дорогие друзья. Во время Холокоста были двое, два друга. И один друг рассказывает своему знакомому то, что, вот, смотри, завтра есть Песах. Завтра, говорит, Песах, Песах, Песах. Он говорит, мы с вами говорим, какой Песах, какой Песах, какой сейчас Песах. Сейчас я сейчас в концентратных лагерях, какой сейчас Песах, о чем ты говоришь. Мне, говорит, ты не понимаешь, ты знаешь, что такое Маца? Маца, говорит, это хлеб выздоровления, хлеб того, хлеб этого, хлеб невредных больших вещей. И он начинает его, как бы, рассказывать, о величии именно на Маце, о величии именно на Песаха. Харбиседр, у нас даже хамца нету, о каком Песахе ты говоришь, о каком Маце ты говоришь. Харбиседр. На следующий день, этот друг, которому он, которому рассказал, вышел, как бы, на работу, на работу, которую нужно было им делать. И что там произошло? Англичане забомбили один из, как бы, центровых мест, где было у них, где они хранили еду. И у них была пшеница, была разбросана по всему полу. Этот человек сразу же вспомнил о всем, всех этих, то, что он, его друг, рассказывал о Песах, Песах, Маца, Маца, Песах, Маца, 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 Маца. Так что он делал? Он взял, говорит, пару камушек, пару крошек, которые были, которые были на полу этих пшениц, поставил себе карман, украл. И тихо, он пошел куда-то, именно по стороне, и начал, он нашел, как бы, две камушки. Мало, помолол, помолол себе, настолько он мог, да, это не то Маца, которое у нас сегодняшний день есть, но, как бы, тоже, как бы, что-то. Помолол, помолол, произошел маленькая мука. Мука, нашел, говорит, воду, делал себе воду, делал маленькую лепешку, в глазах он думал, что это, Песах, это максимально то, что он мог делать. Делал маленький огонь, дорогие друзья, поставил на это, и вышел, говорит, две лепешки. Две лепешки, он думал, что, о, это кезает ему, кезает мне, один кусок ему, один кусок мне, мы можем делать, может быть, это. Так теперь, как сейчас занесешься внутри? Когда, после работы, когда они заходили в лагерях, они всех проверяли. Так что он это, еврей, делал? Он поставил оба, говорим, отцы под своим мишком. Он идет, и они ходили по пять человек, когда они заходили. Потом полицейские это проверяли. И первый двор он прошел, было нормально, слава богу. На второй он уже, как бы, чуть-чуть расслабился. Когда он, говорю, расслабился, его полицейский сразу же его заметил, говорит, эй, говорит, еврей, что у тебя, говорит, под мишками? И он, говорит, оставил ему открывать, и у него упал, говорит, маца. Взял, говорит, этот, этот наций, взял, говорит, на ноге, ногой это, затоптал, говорит, мацу, который он выпил такими срутнефишами, отдаванием, рискованием своей жизни, и просто побил его, это просто потеряние, как бы, сознания. Этот человек через какое-то время проснулся, проснулся, идет, собирает, еле-еле собирает, говорит, эти крошки, мацы, которые было, еще одна маца, которая у него была под мишками. И он идет в это место, где он, как бы, спит, где он находится, и заходит внутри, опять, говорит, попадает вормарок от, говорите, всех ударов. И он проснулся от того, что его друг, который рассказал ему про мацу, 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 он его массажирует, его мозг, его голову, потому что из всех этих ударов. И он проснулся, пришел к себе, и он говорит, оh, говорит, у тебя с маца, у тебя с маца, с сегодня вечером, говорит, и с Песах, ночь Песаха, Невероятно, говорит, ночь Песаха. И он говорит ему, да, он рассказал ему всю эту историю, как он это все делал, и какими срутнепишь, какое чудо у него произошло, и все это. И он говорит ему, это человек, который ему рассказал про Мацу, он говорит, ты должен дать мне это Мацу. Говорит, что? Я, говорит, долго про свою жизнь рискану, я тебе должен договорить Мацу? Смотри, говорю, будем честны, если бы я тебе не рассказал бы о Маце, ты бы вообще не знал бы об этом. Если бы тебе не рассказал, что завтра, сегодня, говорит, это Песах, ты бы вообще не знал бы. Не только это. Весь Агаду я знаю наизусть. Я тебе могу рассказать тебе всю Агаду наизусть. Завтра, говорю, меня полагается, говорит, это Маца. Сказал этот человек, да, говорит, беседер, я согласен с тобой под одно условие. Условие такое. Ты покушаешь эту Мацу, но заслуга будет моим. Говорит, хорошо. Ночью, говорит, они сели, он как-то человек рассказывал, весь, говорит, о году, о году, все сипуры, все, а когда, реально, все, все, покушал, он покушал, в действительности, это Мацу. До утра это проходило, и перешел уже, утром Шахрит идет, как бы уже, они должны были пойти уже на работу, и он уже весь эту дорогу, говорит, молится, говорит, Шахрит, и он продолжит тоже, и все это, весь энтузиазм, весь этот, и, говорит, до того момента, когда он дошел до Галиля, дорогие друзья, когда он, говорит, дошел, говорит, до Галиля, он уже потерялся, он уже не понял, говорит, где он находится, и он ушел, и он начал кричать, когда он уже, говорит, начал кричать, и он пошел, говорит, в действительности, он, говорит, уже был на полу, с пуль, я говорю, на голове, его застрелили. Это человек другой, который делал эту Мацу, вернулся, он выжил, как бы, этот холокост, идет, возвращается в Израиль, прошел уже 30 лет, построил себе семью, семья, дети, все такое, все, все хорошо, обустроился, и, спустя 300 лет, дорогие друзья, этот человек приходит к ему во сне, и приходит во сне, и ему говорит, то что, ты помнишь, говорит, меня, помнишь, то, что произошло там, говорит, да, пожалуйста, дай мне заслугу за ту Мацу, которую я делал, он говорит, нет, почему я должен делать, мы договорились на это, мы договорились на это, то, что ты, тебе, тебе, ты кушаешь, и ему я говорю заслуга, говорит, хорошо, просыпается этот человек, что-то ему было, говорит, неприятно, идет, раввину, идет раввину, и он говорит, что раввину, говорит, я не знаю, что мне делать, нужно было ему сказать, то, что да, я могу тебе дать митцву, как бы, я не знаю, мы так договорились, это было, он прошел во сне, как бы, я не знаю, так страшно, так странно, это все. Смотри, говорит, такие вопросы, говорит, не раввину. Это вещь, которую может решать от Мурим, раввины великого, которые ребе с хасидских или это. Они могут, как бы, сказать, каббалисты, могут этого сказать. И в это время действительно являлся очень большой, как бы, ребе, очень большой, как бы, русский ребе. И он пошел к этому ребе и ему рассказывает свою историю. Ребе говорит ему следующие слова, дорогие друзья. Говорит ему, знаешь что? По закону, в принципе, полагалось бы, чтобы ты отдавал этому человеку обратно. Ребе что? По закону? И мы же договорились, говорю, какой по закону? Смотри, говорит, этот человек ушел с этого мира. У него нету детей, у него нету никого абсолютно. Ты, говорит, выжил Холокост, ты можешь сделать заповеди, ты можешь еще раз и еще раз сделать, слава Богу, митцвот. У него там, наверху уже нет никаких возможностей делать какие-то заповеди. У тебя, говорит, есть семья, когда ты уйдешь через 120 лет, у тебя есть кто-то, тот, кто будет после тебя, и они будут делать заповеди, это тоже пойдет в твоем конту, это все тебе поможет возвеститься наверху. А у него, говорит, ничего нету. И он пришел, попросил тебе вот это. Хороший арабий, говорит, вы говорите так, я принимаю. Хорошо, пусть возьмет, говорит, эту митцву. Говорит, не, 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 мой дорогой, не так, не так. Сейчас идешь, после молитвы, когда никого не будет в синагоге, ты открываешь и рассказываешь перед Ашемом всю историю, как это все было, и ты говоришь, Ашем, я даю эту заповедь этому человеку. И он здесь у нас и так и делал, раскрыл слезами, и рассказал всю эту историю, и вам же так было. Ночью, дорогие друзья, возвращается этот человек во сне и говорит, большое тебе спасибо за эту митцву. Следующий день возвращается этот человек к Рэбе и говорит, что Рэбе, вот так так было, пришел, говорит этот человек и сказал, большое спасибо. Все делал так, как вы сказали. Дорогие друзья, слушайте внимательно. Говорит Рэбе, Рэбе начал задуматься и спрашивает, Рэбе, что произошло? Говорит, знаешь что? Я научился великому уроку от этой истории, которую я сейчас рассказал. Душа еврея, когда он идет через 120 лет, его душа находится под троном Творца, в самом высоком месте, и ради одной заповеди здесь, в этом мире, душа готова оставить это в самое высокое место, которое есть, оставить спуститься к тебе во сне, чтобы получать одну заповедь. один заповедь стоила, чтобы уйти от это самое высокое насаждение, находиться под троном Творца, оттуда его оставлять душа, и мы понимаем величие одной заповеди. Он готов был это все оставить ради того, чтобы спуститься и попросить от тебя это заповедь. Сейчас говорит, я понял, величие говорит одно и у нас заповеди, которые мы можем только делать в этом мире, дорогие друзья. дай бог, что мы достоились делать много хороших дел, подвигаться обозвращающим, чтобы знать, что каждое наше действие маленькое или это, мы никогда не можем знать, что это может быть в этом мире. Мы должны больше, больше захвачивать, больше заповеди, больше добрых дел, больше хороших вещей. И как мы видели, Творец, как все абсолютно 100% отплачивает человеку, дает ему во всех абсолютно 500 раз, дорогие друзья, 500 раз мир ему была дана ровно все говорю тютельку, тютельку. Дай бог утворит удостоенность многих хороших действий, что мы делали, и что было только поднятие во всех делах и в духовном и материном плане. Аминь, Кенни, Родцов.